мы ее отгоним в автосервис где мы ее переклеим поменяем немножко цвет а у тебя пустовой то фамилия так совпало вот этот очень прикольный тоже такой вот свет это он да сатин да все мы его берем есть диагноз определенный диагноз дал красивой машины отсутствия звука идея следующая сделать на эту машину полностью самим выхлоп будет крутой звук задел под дальнейшее увеличение мощности и сейчас у нас есть решение которое совместно с выхлопом позволит выйти на 800 будет круто звучат и ехать также круто привет друзья это новый выпуск я нахожусь на мажайском шоссе тюнинг сервис москва и это выпуск про lamborghini urus мы очень жестко встряли по срокам и сегодня наконец-таки с женей из моренди мы решили встретиться и не в моренди в сервис москва работает макс перформанс который делал нам выхлопную систему здесь у него небольшой такой уголок где он это все засаживает насаживает решили сделать так чтобы он закончил все таки эту работу но то что два с половиной месяца моя машина стоит в тюнинге это просто жесть для меня это вообще непонятно это слишком долгий срок машины вроде как все в порядке машина новая до сих пор стоит наконец-то увидим нашу машину и просто с ней немножко пообщаемся рынок тюнинга автомобилей на самом деле достаточно большой особенно в москве здесь люди вообще крыша манят потому что вы отличаться на дорогах друг от друга я не здесь да или здесь так-так-так-так я заблудился я заблудился парни а вы мою машину не видели они где здесь где это зоне ой привет я немножко заблудился очень красивая все же такой свет прям классно да какая красавица дикая добра причем ездить вот смотри я был в отъезде я думал что здесь все снимается в процессе что работа ведется я приезжаю ничего нет все что такое что случилось не могу же взрослого человека тянуть вообще за ногу держать телефон далеко хочешь гадость какую-то сделала далее выкидать ты хочешь узнать есть ли твой номер не нету какой-то джонни трансформатор я боюсь звонить ему ты видишь мой номер телефона у тебя есть ты можешь набрать мне в любой момент вот ты берешь набираешь и я живу здесь в семи минутах отсюда 7 а должен здесь быть где-то что ты сейчас меня обвиняешь но кто-то должен быть виноват потому что иначе буду виноват я все собрано да можно сдавать вообще больше ничего не снимать так быстро потому что сотрудник до который ее разбирал собственно раз сегодняшнего дня у меня в отпуске в отпуске я не мог не отпустить поэтому в пятницу вот за один день было все собрано накинуты турбины ну чтобы выхлоп собственно под машину а не под капот и мы имеем возможность вперед завести поставить на эвакуатор отвезти в центр москву максиму который закончить выхлопную систему вся команда все подписчики ждали вообще посмотреть процесс установки турбинами все хорошо с турбинами все отлично турбины просто чумовые по сути самые первые в мире у нас на этой машине то есть несмотря на задержку в полтора месяца они на месте и машина заводится я сегодня уже даже небольшом прямом эфир очки в инстаграме все показал разрушился интригула закрыл причем еще сделаем заводим и на эвакуатор который стоит нам и заводим еще до находимся в тюнинг-центр москва собственно говоря пристанище московская максима время займет все это дело я думаю дня три-четыре парни вы заняли слово делегировать ну что делегировать слово знаем определение знаем не работает не везде и не всегда это работа до этого мы все примеряли только теперь мы будем это все отгонять и уже варить уже финишно дон пайпами турбинами с новыми насадками столами заслонками проектированными нами несколько дней займет точно первоочередные какие сейчас удачи турбины стоят дон пайпы стоят дальше мы от них уже будем вести трассу все уже правные точки для нас есть будем делать мид пайпы части из после дон пайпов идут а давай поговорим из чего состоит вообще полностью эта система вот самого мотора дон пайпы это части заменяющие катализаторы штатные то есть они идут прямыми трубами это сразу пластурбин до под капотом находится дальше идет с мид пайпы так называемая них располагаются гофр чтобы гасить вибрации чтобы выхлоп вместе с мотором не ходил колебания гасит и все соединяется уже с катбеком так называемая средняя и задняя часть все и дальше уже идет глушитель насадки заслонками нихуя не понял ну очень интересно а у тебя здесь получается свою часть сервиса здесь да мы в команду москвы снимаем подъемник на этом небольшом пятачке несмотря что места мало мы тут максимум делаем что мы можем здесь несколько сервисов каких-то получается команда москвы располагаются много компаний это не один сервис предоставляет много услуг а то есть такой food court где много отдельных компаний и каждый профессионал своем деле все эти компании они независим друг от друга то человек обращаясь в москву тюнин сервис могут сразу получить весь спектр услуг то есть может короче с этой страны въехать другой стороны выход на другой машине да без проблем с трехэтажной лавочкой то во гора но этапы собственно сейчас вот это добро все штатные сейчас все это будет снято как помните у нас становые насадки которые нужно уже на место установить и выставить угол собственно говоря банки и самый интересный момент клапана управления звуком потому что они интегрируются со штатной системой они будут тоже установлены вся трасса но частично тут она уже смакетирована на полу важно будет правильно сделать все подвесы чтобы новый выход висел на двадцатских крепежных элементах все это состыковать с даунпайпами в принципе все после этого уже только настройка ну видимо либо в запаре дикой мы просто боитесь что-то первый раз боится что не получится или что боится завалить на аудитории работает на такую сейчас закалачивать придется вход короче ребят я не знаю пишите в комментариях что происходит жене мы пока не можем понять в общем мы хотели же это все показать пошагово все вот эти вот мелочи но это же интересно согласитесь тут получается так что человек просто пропадает наберет трубки мы ничего не снимаем можно меня джанико снимает в я так скучал по ней я ее когда забрал я не верил что это моя машина я не верил что она у меня есть но нужно же было покататься нужно было побыть с ней немножко но чтобы поверить что втянуться в это у меня даже этого времени не было а потом когда ее забрали на тюнинг два с половиной месяца и непонятно есть у меня машины я до сих пор еще не поверил до сих пор не понял что у меня ламба ура за 20 лямов такие моменты не обижаются надо как-то аккуратно пройти но типа знаешь показать что я виноват показать что какие-то люди между нами встали это мой новый выход я хотел по ним сделать вот получилось цвет космос вывод какой вообще после переклейки автомобилей ferrari колхоз реально получился колхоз этот желтый цвет сразу видно что эта пленка там и наклеили сверху дейчельную но даже дейчель не спасло вообще это снял полностью все и даже снял тонировку не идет этой машине никакие изменения вот ее нужно оставить в том состоянии в котором она есть здесь мне кажется идеально черный сатин вот эти вот волы на колесах желтые вот здесь я точно не жалею вот этом вот этот проект мне очень нравится никого нет мы опоздали но мы опоздали не единственное абонент временно недоступен пожалуйста позвоните позднее ребята у кого ключ от машины абонент временно недоступен а позови макса давай с ним пока пообщаемся он уехал его не будет жени не будет да же не недоступен макс за материалами поехал там трубу какую-то надо купить что-то идет по моему не так да чувствуешь чувствуешь женя женя вообще уже к времени нет я здесь уже на месте сколько тебе ехать еще сколько навигатор показывает а ну все здесь это очки не ставил да я так про пока пился ребята очень сильно чего то здесь не хватает что же что же здесь такое должно я не поставил камеру заднего вида и доводчики на двери прикинь какой мудак зато желтый салон все там про стега на этими ниточками раздельные сиденья топовая музыка а это как бы типа неважно я просто в тот момент конкретно когда я ее собирал ночью в три часа ночи дома вот конфигураторе конфигураторе я соберяль и ей ремборгини где-то между нами проскользнула там фразочка 1 что это будет самый мощный ламборгини уруса в мире не могу сказать точно ли это будет и не хочу заявляться вам что потом как бы ну типа не получилось сорян такого не было но вроде как такая идея где-то есть как вы думаете насколько она реалистична пишите внизу в комментариях не забывайте поставить лайк давай давай еще покажем запах нового салона да хочется чтобы этот запах здесь сохранялся но нет через неделю я возьму макдональдс собой капну здесь везде соусом потом у меня этот пакет на заднем сиденье будет валяться еще две недели все это картошечка будет валяться у мне здесь то же не приедет будем наказывать выбирайте какой вариант номер один вариант номер два покороче но потолще вариант номер три как обычно high quality system more in the rush а где где для меня на а вот смотрите made special for дмитрий портнягин серийный номер 01 хочу вам немножко напомнить что мы вообще делаем у нас три большие доработки первое это выхлоп это то с чем я был сразу не согласен когда я забирал машину потому что все таки мне кажется ламборгини должна звучать немножко по-другому особенно при такой мощности второе это подвеска даже если ее максимально занизить всеми методами стандартными которые у нее есть все равно она недостаточно спортивная ну и третье это то что предложил в принципе женя я не особо даже и рассчитывал на то что я буду увеличивать мощность но раз уж есть такая возможность то почему бы нам с ней не согласиться третий стейдж соответственно отправлялась турбина в германию так как в россии как я понял нет такой экспертизы и нет возможности вообще дорабатывать сейчас этот завершающий можно сказать этап отстройка выхлопа что все было красиво и нигде никакие ошибки не вылезали настройка турбины настройка непосредственно подвески и установка модуля который регулирует подвеску с айфона и потом мы уже выезжаем на ней в москву и будем с вами ее тестировать как вы считаете может ли эта машина где-нибудь на одним 500 например показать свой характер показать свое превосходство или вообще не стоит в это ввязываться если у вас есть какое-то предложение с кем можно было бы погоняться из блогеров может быть у кого-то еще есть крутые тачки я просто особо не слежу не знаю тоже пишите внизу может быть кого-то выберем и с кем-нибудь стартанем вообще проигрывать очень не люблю поэтому сразу выбирайте мне тех кого мы сможем наказать ладно женя бонжур ёпта женя вот за факт что случилось что случилось красота уже какая красота но это обычно так что по времени все затягивается жестко лишние полтора месяца пересылки все остальное хорошо получилось но с почты к сожалению не от меня зависело и самое главное что еще им завернули раньше у них специально выделенный человек забирал груз теперь это специально выделенный человек пенсор персону нонграда на таможене а причина какая сказали скажем так документах то что заполнило было написано что урус а все остальное по ценникам было чуть скромнее и все и дальше началось их вот так вот так вот так они раза три или четыре заходили с разными документами говорю теперь у них это человек больше не входит на таможене чё реэкспорт делали назад да да так я же говорю супер геморрой я здесь кучу документов оформил там кучу документов оформил в итоге оно ушло и трекинг не менялся я джонни скидывал потом так фигахся мне присылали такой круг вместо коробки но она не пострадала нормально вообще ничего короче было три мужик первое это просрали сроки на полтора месяца второе то что точно такой же урус выехал на дороге москвы я не знаю чей это не мой блять урус точно такой же петушиная пленка а ты про я пленку черном я думал про турбины про всю фигню он уже желтый не очкуй чё в черном сатине такие же полоски желтые на колесах короче один в один машина как вы позволили себе сделать такую же машину и выгнать ее на дороге москвы когда моя блять машина которая должна была быть в эксклюзиве что-то же должно было ездить она стояла в моренде блять понимаешь все думали что она на ходу это очень плохо блять Женя это все слава это проблема в тебе вот это поворот мне предлагали красный урус затянуть в этот цвет желтый урус все-таки затянулся но моего слава богу растянули он теперь снова желтый ты в один в один все сделал блять вы также сделали тренировку у него полосочки были по бокам желтые да это пиздец мужик ну это пиздец ну вы работаете в премиальном сегменте прикинь я к тебе приехал блять сделать эксклюзив нахуя ты мне вот эту вот хуйню присобачил сбоку эксклюзив блять от моренде ты какого хуя мне блять заметь там уже эксклюзива не было написано да ты чё ну представишь у меня подписчики по всему городу блять снимали эту машину и говорили он партягин катается а потом я понял что это вы сделали это же полный пиздец и третий косяк блять что ты постоянно был не на связи я постоянно на связи был не на связи постоянно тебе писали звонили блять вся команда выдели одного человека блять вопрос заходил там нужно приехать что-то снять и сразу сливался без предупреждения приезжаешь и снимаешь если бы ты был бы не борин брат спасибо боре ну не на связи перманентно это мой косяк я не успеваю ты же не сказал что нельзя копию делал понял ладно давай что он давай самого начала расскажи пожалуйста что это такое самого начала там видны даун пайпы это та часть штук турбине та которая блестящая собирая не видно ну с этой стороны нет дальше идет фронт пайп ну его в общем то уже все подогнали по геометрии это гофра гофры соответственно тоже подбирали трехдюймовый потому что штатный гофра с большим заужением здесь существенно больше и это ну тоже такая небольшая сложность поиском гофр в нужном размере еще и нужна надежность чтобы это не прогорало то есть здесь все сделано по геометрии как сказал здесь тоже уже все подогнали подвесы все будут штатно использованы то есть здесь впереди для ну на чем она висит чтобы не дребезжало нож все через резинки вот эти вот идет в принципе вот это начало подвеса да дальше он об и петлей идет такой то есть она постоянно двигается да и более того она еще растет это самое забавное то есть когда ты хорошо даешь жару тебя выхлоп удлиняется еще сантиметров на 5-7 такой пацанский эффект да ты что почему зачем но поэтому на самом деле почти всегда насадки они фальш а труба внутри потому что труба вот так вот двигается это надо знать потому что иногда все делают единой частью и потом дубайс говорит о чем у меня висит там сзади ну и собственно говоря я не могу на него обижаться я думаю сегодня в чопика вставлю блять а потом когда тебя увидел я понял какую часть подписчики выберут для надругательства надо мной но я-то думаю самый большой у нас подписчики как известно это любит меня критиковали воротник тот раз который говорит ты чего как дракула ходишь я уже не знаю что делать чтобы в тренде быть ребята пишите комментариях что еще нужно сделать жене чтобы он был в тренде но и собственно говоря но задняя часть выхлопа тут все достаточно тривиально кроме вот этого сегмента потому что штатно в этом месте выхлопа если посмотреть он прям квадратный становится здесь его немножко сдвинули изначально ночи от 2 сегмента не видно когда подвешено будет она будет вот так и немножко в сторону вчера мы на самом деле даже вот так немножечко на соплях завели то есть собрали все как могли и завели в тихом режиме он на самом деле даже чуть тише чем сток то есть прям вообще красота могу видео показать это выглядело смешно вот это он работает через внутренние час ну прям тихо и красиво ну по сути он прям шелестит то есть можно подкрасться незаметно сейчас заслонки откроет вот эти тряпочки вот даже под нагрузку звук более резкий появился и я если честно хочу попытаться для начала оставить более резким конечно потому что у ламбы должен быть резкий звук конечно а вот эти заслонки что с ними все работает заслонки увеличены диаметра а нет вот этот механизм не родной привод твой заводской управление алгоритм заводской заслонка большего диаметра под увеличенный диаметр трубы штатные заслонки ну вот если посмотреть они остались здесь то есть вот в этом месте она ну грубо говоря такая у тебя диаметр больше а так приводная часть вся заводская ну собственно говоря как сейчас делают все производители там brabus акропович и прочее они переставляют именно контроллер но это скажем так существенно надежнее больше диаметр но вот это вот бочка почему она здесь меньше или она не должна быть больше не должна быть под тот звук что нам нужно то есть это по сути они делали что был такой определенный базу то что на холостых баз было на верхах никого не было насадки у нас будут другие насадки да то что мы видели эти становые собственно говоря они займут завтра среда вот эти тоже крутые я кстати отдельно оплачивал чтобы они были вот в матовом в черном цвете но из них можно сделать как парше дизайн сабвуфер на кухне сюда колонки вмонтируешь и будет играть в паршака такой есть выхлоп porsche он играет еще можно с ним сделать можно выкинуть ребята кто может сделать из этой штуки бумбоксик домой или на базу да ладно ребят пишите внизу в комментариях как вы думаете какое применение можно найти вот этой выхлопной системе жалко и выбрасывать слушай а вот эта вот штука никак не регулируется только от режима езды как я понимаю она на самом деле достаточно сильно завязана алгоритм управления в мозгах чтобы создавать нужное противодавление потому что противодавление зависит от того насколько отклик у машины тут алгоритм будет максимально заводского использования то есть качество вопросов нет но как минимум то что на нем вообще нет швов то есть вот у тебя идет система а вот эта деревяшка тоже что здесь она уберется но это же тюнинг это якость все было очень полезно так и будет деревяшка экодизайн слушай а ты мне можешь показать сейчас там что под капотом вообще блин у нас насадки обалденные там вообще такие обожженные да стано и обожженные он поэтому такой весь ты думаешь нормально будет смотреться офигенно будет они будут выделяться прямо такой черный шаг нормальных пацанов должны быть титановые насадки это классика должны быть нормальные насадки у всех нормальных пацанов должны быть нормальные титановые титановые насадки так сейчас попробуем подобраться к капоту где-то там тырчик хоп а тут все как было чистенько что-то здесь место много свободного блин мы все лишнее сняли тут и облегчил машину что ли но макс а дальше лицевую отверточку жек ты знаешь какой сейчас самый мощный урус в мире твой сколько сил ну типа 900 я пока нашел есть вероятность того что это будет самое мощный в мире надо будет смотреть честно не хотелось бы голословно что-то заявлять потому что шансы есть шансы есть но просто те кто делали тот урус прям тоже очень очень сильно грамотно компания поэтому но тут еще надо да весь фильтр снять из-за чистенький да на себя коп ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой так вот они как выглядят домпайпы да кстати вот домпайпы можно снять наконец-то на ребят смотреть почитать текст этом специально для себя послали конец у нас появилась возможность поснимать ламборгини урус да как ни странно да еще и в состоянии близкого финишного вот домпайпы это турбина до горячка одна горячка 2 вот этот холодный компрессор на час который сжимает воздух made special дмитрий парнягин расскажи пожалуйста о самом процессе что там происходило вообще чтобы процесс на самом деле был в два этапа первый этап был самый прям стрессовый во всем этом проекте это когда я с ними поехал в германию нужно было показать что мы имеем и к чему идти потому что сроки уже поджимали был совсем стресс и непонятно где финиш и он даже не вырисовывался вот в тот момент когда я приехал было непонятно как бы получится что интелли он мне сейчас скажет образу говоря три месяца производства я такой и остаюсь жить в германии на всякий случай нам сегодня так повезло что сразу два владельца компании нам расскажут про то каким образом доработана наши турбины в целом расскажет про производство по вашему запросу мы сделали первый уровень доработки турбины была заменена компрессорная часть а также турбинная часть основная сложность была в том что вращение одной турбины получается по часовой стрелке а другой против часовой поэтому доработка крыльчаток производилась симметрично над этим нам пришлось изрядно попотеть также вещь которую пришлось заменить это упорный подшипник турбин так как мы существенно поднимаем надув и нагрузку на вал очень важно чтобы подшипник был способен выдержать это давление турбины были отбалансированы целиком на отдельном станке на очень высоких скоростях причем не только на предельных но и на промежуточных из-за возможного резонанса на разных оборотах сделать это было достаточно сложно но мы нашли техническое решение и все сделали в лучшем виде все клиентские турбины попадают на этот стол и отсюда начинают свой путь далее мы раскладываем их по серым ящиком обязательно каждый ящик пронумерован расписан заказ производитель какие компоненты необходимые и так далее дальше наши работники осматривают турбины если они соответствуют требованиям мы начинаем выполнять заказ если же с турбиной что-то не так мы говорим об этом клиенту и решаем что не так или какие запчасти необходимо еще докупить на первом этапе все турбины и части чистится и доводится до состояния новой детали после очистки деталей в зависимости от того какие работы требуется провести мы отправляем детали в разные цеха где производятся необходимые манипуляции после работ все детали опять попадают в одну коробку и переходит на второй этаж где уже собираются нашими специалистами после того как все запчасти проходят очистку именно здесь происходит вся необходимая доработка деталей основное время мы уделяем поточной работе с клиентами и около двух дней в неделю мы выделяем на собственную разработку новых продуктов вот например первый пятикоординатный станок который не прекращает работу 24 часа в сутки работа может совершаться сразу по нескольким осям пускная выпускная внутренние доработки под крыльчатку для таких сложных манипуляций приходится использовать довольно сложное оборудование и это занимает немало времени у нас тут также имеется пример того что мы сами разрабатываем из большой части алюминия мы можем сделать уникальный корпус для хаузинга которого больше нигде нет сейчас мы находимся в балансировочной изолированной комнате тут находится непосредственно сам балансировочный станок с которым мы работаем уже более 10 лет буквально с первых дней как мы начали нашу деятельность важно упомянуть что балансирует турбина в полном сборе вал кольца подшипники потому что балансировка по отдельности не сможет передать полной картины раскручивается она при помощи сжатого воздуха на первом этаже у нас располагается компрессор мы находимся в месте где все турбины полностью собираются вот например это присобранный хаузинг в том виде как он тестируется на балансировке на нее в будущем будет одет корпус эта деталь является ключевым компонентом турбины тут необходимо выставить все зазоры на тяги и так далее в основном все необходимые запчасти находятся прямо здесь в стоке у нас более одной тысячи различных позиций имеется есть вещи которые мы производим непосредственно здесь а есть которые нам привозят под заказ ну и как ты думаешь по поводу рисков для двигателя они всегда присутствуют когда машина полностью штатная у тебя что-то отвалилось ты чё идешь ключи на дилер ну как бы чуваки что там не так когда с ней что-то не так ну тут уже все немножко сложнее становится у нас цель была 800 плюс то есть собственно говоря я думаю мы ее достигнем однозначно это та мощность как на которой не будет еще проблем с топливом потому что конкретно это двигатель если мы говорим там 850 900 сил это там где уже не хватает штатной топливной системы и но начинаются такие танцы с бубном доработка того доработали одно просело другое второе треть четверто есть машина уже не вредой то есть вот то что мы говорим проектом 900 плюс это такая классная игрушка но ты на ней не сядешь и не уедешь в европу потому что у тебя будут определенные сомнения доедешь ли ты до пункта на ней я могу ездить спокойно комфортно это будет абсолютно спокойно нет наверное но комфортно ну да лучше не спокойно зачем я делал такую дальше спокойно ездить ну то есть единственное для нее конкретно ограничение это качество топлива да то есть лить туда 5 2 ну вообще исключено то есть 8 сотый 102 как ты сможешь сонговать какое количество лошадиных сил будет и сколько секунд до сотни можно делать но вот секунды честно нет а по мощности но я был бы рад все что начинают там 800 10 15 20 30 то есть моя так по ощущениям почему-то я вижу 820 830 на 900 плюс это без шансов да ну как без шансов это примерно одинаковые шансы скажу 900 плюс но возможно да пока это первый раз пока нету четкого понимания то есть турбины на это способны получится ли и не упрёмся ли мы во что-то в ограничение топливной системы либо может коробка сдаст ограничение по моменту вот этот заранее не предскажу это все наши нарезки но не только ваш тут ну вот это конкретно я просто по фланцам узнал не это слава богу стали а у нас у нас где-то титан где-то и как бы это дорого долгое и сложно с ним работать сколько такой выхлоп стоит у нас но в районе но если с доун пайпами совсем грубо в районе 10 тысяч евро получится если весь но с насадками со всеми делами какой я молодец пожалуйста с подвеской у нас абсолютно ничего все модули лежат меня в цеху соответственно когда машина приедет на стенд настраиваться мы параллельно откроем багажник и отключим потому что поставить ее раньше не могли чтобы ставить надо включать зажигание надо заводить машину а завести без турбин как бы не представлялось возможным весь антифриз все масло все выльется под капот давай сроки какие-то обозначим по выхлопу мне макс сказал четверг пятница заканчивается выхлоп и соответственно завтра 4 3 дня соответственно на стенд машина станет следующий понедельник то есть через неделю на концу следующей недели больше ничего у нас я думал позже ну хорошо ребята хорошая новость через неделю мы выписываемся следующем выпуске вы его увидите и хочу сделать небольшой розыгрыш в этом выпуске кто сможет угадать какое количество лошадиных сил в этой машине будет точно кто первый это угадает тому я на карточку перечислил 30 тысяч рублей и скажите мне главное поэтому следующем выпуске вы будете видеть эту цифру и соответственно кому-то из вас я отправлю на сбер что для этого нужно сделать подписаться на канал трансформатор поставить лайк и написать внизу в комментариях свой вариант ответа скоро выписка не пропустите его это будет очень-очень жарко поехали немножко как это даже полегчало что ли да чувствуешь то я ее увидел с ней поговорил но понял вообще что сейчас не происходит и сколько нам времени потребуется для того чтобы ее уже забрать у нас осталась одна неделя финишная прямая и мне кажется что это будут невероятные эмоции и я думаю что буду получать удовольствие я надеюсь на то что буду получать от нее удовольствие все лето а у нас остался незакрытый конкурс в следующем выпуске когда мы ее будем забирать и тестировать сами будет это делать блогер автоблогер дима гордей я думаю что пригласить диму после того как его прописочил эрик давидович будет правильно ну немножко с ним пообщаться поддержать парня и с другой стороны получить от него обратную связь так что тот кто написал первый что дима гордей будет участвовать в нашем выпуске это вот он я поздравляю тебя ты едешь с нами на тест-драйв и следующему выпуску мы пригласим тебя друзья участвуйте в конкурсах не забывайте до встречи в следующих выпусках пока давай я люблю сверху просто ложить я это снял я это снял я это снял я это снял вот а Продолжение следует...